я не выдержала мучений собачонки и искупала ее сегодня 24 число нам через три дня снимать швы она так чесалась она так чесалась это это я не знаю ну просто вот не передать как это было а сколько у нее колтунов я не могла прочесать потому что они тут же образовывались от этой вот от попонки вон я приготовила спрей расческу сейчас колтуны буду вычесывать потому что это невероятно потом придется на лысо стричь а я ж не хочу стричь до весны весной пойдем куаферу делать модельную стрижку ну так как я хочу как я придумала то есть это не я придумала я лазила по сайтам где стрижки йорков показывают и собрала в одну кучку то что мне понравилось утекут утекут на два раза вымола один раз как он называется бактериальным шампунем а второй раз с распутывающим шампунем и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все остальное ничего не мучило ее Она очень сильно сопротивляется Ну, помаленьку будем снова возвращаться к уходу Она и так-то никогда не любила Никакой гигиенический уход То есть все Она как бы терпит, но она не любит Вот как надо сказать Я вот смотрю на видео Там стоят собачки спокойно И терпят, как их чешут, там стригут Бэби не из этих собачек Где моя девочка? Где моя девочка? Моя пуговка, булочка моя Ну, все, друзья, пойду надевать я обратно попонку А то сдерет швы И неизвестно, что будет Если кто не видел, как выглядит попонка Она вот так вот выглядит Вот видите? То есть это вот живот Весь живот укрыт Вот это на шею Это, сами понимаете, вниз Это девичья попонка И сейчас я буду опять Ей это все дело Навязывать на нее Конечно, ей уже надоело Конечно, у нее депрессия А еще я хотела показать Вот у меня вот такие для нее расчески Вот это вот пластиковое С очень жесткими зубчиками Видите? Чуть мельче и чуть крупнее Очень жесткие зубчики Это если надо Ну, знаете, ну вот как сегодня Жестко разодрать Ну, а что делать? Или выстригать Или брить на лысо Или вот, ну, уговаривать Просить, бэби-бэби, терпи-терпи Вот Это деревянная расческа С очень мягкими кончиками И очень мягкими зубчиками Она практически гладит Ничего не раздирает Это, ну, как бы Ежедневное причесывание, да? Вот такая пластика Вы сами видели Она у меня была В посылке Я сразу посмотрела Какие зубцы Закругленные И редкие Я сразу решила Что это Пойдет для бэби Для завязывания Как раз Вот ее Потому что Здесь должно быть Вот На голове Бэби, ну не крутись Этот хвостик Он должен быть завязан По правилам Надо по краю Где твое ухо? По краю уха Сделать пробор В общем, если детям Мы делаем Посредине головы Пробор Или сбоку А тут нужно делать Пробор Возле одного уха Возле другого уха И сзади По Вот этим вот Точкам ушей И вот эту часть Забирать И из нее делать хвостик У меня вообще Не по правилам Потому что она Ну не дает Она ничего делать Сейчас она Вообще ничего С собой делать Не дает Надо бы Вон еще И Переносицу Подстричь Видите Волосы На переносице В глаза Начали лезть Надо Ну не буду Здравствуйте Друзья Сегодня у меня Очень-очень короткое И очень-очень-очень Необычное видео Нет, не подумайте Я опять же Не собираюсь вас Обучать Какому-то вязанию И Давать какие-то Уроки По этой теме Просто все Как всегда У меня Опять Изменились Мои планы Был план Записать Видео Есть у меня Тема На которую я Давно хочу Поговорить Вот я Хотела Совместить Там Два Действия Поговорить На интересующую Тему Меня Не интересующую Заботящую Что ли Или произвевшую На меня Громадное Впечатление Вот Хотелось Просто На эту тему Поговорить Еще с кем-то Кроме там Дочки Кроме Приятельниц Услышать Дополнительное Мнение Но К сожалению Все Как всегда Наша жизнь Вещь Непредсказуемая Вдруг В моей Жизни Обрушился Срочный Заказ Молодой Человек Видимо К Дню Валентина Заказал Хендмейд Розочки Я по-моему Уже Говорила Мне почему-то Кажется Что я Даже В каком-то Видео Показывала Что я Вижу В общем От больших Форм Вязания Как-то Всякие Кофточки Юбочки Платьица Жакетики Перешла К Малым Формам Это Всякие Броши Всякие Украшения А потом Меня очень Сильно Заинтересовали Натуралистичные Цветы И вот Я там Вязала Много Чего Вязала В общем Цветов Которые Прямо Соответствуют Тому Как они Выглядят В природе Вот Молодой Человек Захотел Розочки А розочек У меня Готовых Не оказалось Все Разошлись Распродались Еще В прошлом Году И я Почему-то Не собиралась Возобновлять Их Вязание Ну Потому Что Как-то Утих Спрос И я Думаю Ну И что Я буду Их Вязать Не Буду Я Вязать У меня Была В планах Гортензия Даже Начала Но Потом Что-то У меня Не было Желания И тут Друг Вот Бабах Такой Заказ Я Не Смогла Отказать Обязательно Обязательно В короткие Сроки Вот Сегодня Села Лепестки Для одной Красной Розочки Уже Связала Конечно Потом Как-то В процессе Я Покажу То Что у Меня Получится А сейчас Просто Вот Ну Как бы Хотела Записать Ну Вы Смотрите Свечка Как Это Называется Коптит Да Плохая Свечка Плохая Свечка Надо Найти Другую Свечку Сейчас Посмотрю Другую Вот Мне Кажется Что Свечки Такого Качества Не коптят А то Перепорчу Все мои Заготовки Похоже Да На этот Самый На лепестки От розы Как вот Вы Если Общипать Розу И разбросать Там где На полу На кровати Да Вот Она Готовая Будет Полностью Натуралистично Выглядеть Вот Для чего Обжигаю Но это Я вам так Ради любопытства Наверное Что Интересно Любая Пряжа Она Имеет Такую Легкую Как видите Вот Эту Волосатость Такой Волосатости Не имеет Пряжа Только Двойной Мерсеризации Хлопок Там Ничего Не надо Не обжигать Не Вот А потом Я еще Щипцами Вот Девочки Волосы Распрямляют Утюжки Такие Да Я потом Еще Придам Такую Видите Чтобы не было Вот этого Объемности Вот так Вот Щипчиками Это При 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 Припалю Чтобы Стало Вязание Единым Целым И потом При сборке Придам Форму Таких Лепестков Интересно Да А меня Больше всего Знаете Что Заинтересовало Почему Молодой Человек Три розы Заказал Он заказал Красную Заказал Розовую Вот я Мечусь Между двумя Или понежнее Или поплотнее Делать цвет Пока Не знаю Не могу Решить И Белоснежную Вот Или он хочет Букетик подарить Своей девушке Да Вот Или у него Три девушки И он хочет На день Валентина По одной Розочке Подарить Кастой Кстати Хендмейд Сейчас Очень в моде Ну Я имею ввиду В плане Сувениров Подарков Это всегда Очень ценится Это Теперь Очень модно И Очень многие Подыскивают Какие-то Вот такие Оригинальные Подарки У меня есть В магазине Наэц Из чего Выбрать То Что я Вяжу Но Я последнее Время Не то Чтобы Охладела К вязанию А бывает Такое Вот Нет Какого-то Такого Куража Что ли Потому что Вот Бывает Нападает И в кураже Ты делаешь 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 А потом Вот как-то Раз тебя Прихлопнуло И В таком Состоянии Лучше Не браться Ни за какое Вот такое Творчество Которое Должно Все-таки Как бы Немножечко Еще И Ну Быть Проявлением Твоей Души Твоей Какой-то Сердечности Потому что Это очень 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 Какой цвет Очень чувствуется В работах Какой цвет Нежная розочка Или более Насыщенная Розочка Подскажите Розовая розочка Нужна Есть еще Такой Вообще Вырви глаз Но оттого Я сразу Отказалась То есть Не могу Выбрать Посоветоваться Ни с кем У кого Не спрашивала Каждый Говорит Что-то свое То есть Решить Мне надо Самой Ну просто У меня Красная роза Прямо уже Вообще Красная Я думаю Может розовую Тоже все-таки Понасыщенней Потому что Белая Ну она Сама по себе Очень яркая За счет того Что это Белизна А эта пряжа Реально Вот такая Белизна Белизна Как говорится Белее снега Вот Друзья Простите меня За ради бога Что я Опять заболталась Я вышла Буквально На несколько минут Извиниться Что У меня Сегодня То есть Завтра Не будет Какого-то Такого Информативного Ну как Информативного Или моего Домашнего Влога Или вот Сейчас мы Увлекаемся С дочкой Записями Вдвоем В партнерстве Каких-то Вот своих Эмоций В общем Таких Болтальных Роликов Потому что Я сегодня Буду Ну вот Сколько Вяжется Пока есть У меня Такой Настрой Что я Хочу Угодить Этому Заказчику С его Заказом Вот Буду Вязать До Самого-самого Не балуйся Вот И Завтра Как только Проснусь Я опять Начну Вязать Я потому Потому что Уже Забыла Где Он В какую В какую В какую В какую Что В какой Город Поедут Эти розочки Это надо Уже Спрашивать Видите Как Конечно Не совсем Так Выглядит Но Принцип Понятен Да И Будут Очень Натуралистичные Розовые Листики Да Ля 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 Розочка Вот Такие Вот Три розы Будут Белоснежная Розовая Скорее Всего Вот Такая Белоснежная Ай 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 Это Я Испытываю Свою Новую Вот Эту Держалочку Я В нее Врезалась Сама Размахивая Руками Надо Еще Подучиться Как ее Устанавливать Но Тем Не Менее Я Очень Рада Она Дает Возможность Вот Этой Идеальной Горизонтальной Съемки То Идеально Закреплен Горизонтально Телефон Ну Или Камера Если Это Камера Или Еще Что То Если Это Еще Что То И У меня Есть К листикам Вот Видите Вот Такая Вот Прямо Зеленая Пряжа А Есть Такая Травянистая Слегка Жухлая Я Вначале Думала Делать Вот Такие Вот Яркие Листики А Потом Вот Приложила Нет Они Очень Вызывающе Смотрится Хочется Чтобы Все Таки Выделялся Бутон А Не Листья И Будет Очень Симпатично Ну И У розы Не бывает Таких Ярко Зеленых Листьев Они Появляются Потом Сразу Начинают Набирать Такой Свою Темно 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 Зеленость Но Темно Зеленый Я тоже Не хочу Делать Поэтому У меня Будет Вот Такой Вот Пыльно Припылен Зеленый Цвет И он Будет Очень 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 Хорошо Оттенять Собственно Говоря Лепестки Не лепестки А бутоны Росу Ну Что же Друзья Вот Я вам Сказала Почему Я Не Снимаю Сейчас Ничего Свалился На меня Заказ Я Не то Чтобы Схватилась За него А просто С удовольствием Выполню Потому что Чувствую Что Раз заказ Делает Мужчина Значит Это Очень Приятно Для Девушки Ну Или Для Жены Ну Я Не Знаю Это Всегда Очень Приятно Когда Мужчины Делают Заказ На Какие Там Хендмейз Всякие Штучки Сразу Ощущается Внимание Мало Какой Мужчина Полезет Искать И будет Тщательно Все это Подыскивать Поэтому Я таких Мужчин Обожаю И С удовольствием Выполню Его заказ В кратчайшие Сроки Поэтому Я Ничего Сейчас Снимать Не буду 27 Числа Мы Едем Снимать Швы Конечно Это Я буду Все Освещать А 28 Ура Мы Едем В Глобус В Глобус Я Соскучилась По Приличным Магазинам И Конечно В Глобусе Будет Большая Большая Съемка Несмотря На то Что У меня Будут Небольшие Покупки Но По моим Понятиям Они будут Очень Дорогие Все Друзья Простите Меня Ради Бога Пойду Я Дальше Вязать Как видите Одна Заготовочка У меня Уже Готова Сейчас Я сделаю Еще Розовые Белые Заготовки Навяжу Отдельно Для всех Роз Одинаковые Листики И Буду Собирать А что Получится Я вам покажу Специально В каком Нибудь Другом Своем Ролике Просто Там 2-3 Секунды Какие У меня Получились Розочки Все Друзья Хорошего вам Настроения Если Если у кого Очень Очень Поднялось Настроение Не то Что Улучшилось Поднялось А у меня Появился огонь В глазах Который Возникает Только От того Действия Которое Приносит Какое-то Большое Большое Удовольствие Для тебя Для тебя Лично От того Что Ты Делаешь В этот Момент Здесь У меня Валяются Мои Записи Потому Что Наизусть Все Помнить Невозможно Все Друзья Хорошего Настроения Прекрасного Вам Дня Здоровья Удачи Берегите Себя Берегите Своих Близких Будьте Здоровы Пока Пока Я побежала Вязать